всем огромный привет добро пожаловать на мой канал я тут уже начала вовсю полевые полевые работы как я это называю полевые огородные девочки начала потихонечку все высаживать сделали с мужем новую клумбу для гладиолусов так что я вам сегодня все это покажу погода у нас просто потрясающе плюс 14 градусов правда нас в конце следующей недели обещают похолодание вот и я потихонечку по чуть-чуть скажем так начала все высаживать вчера высадила петунью уже в общем сейчас буду все показывать и рассказывать но прежде хочу вам показать мы сможем все-таки решили заказать одну вещицу для моего младшего сыночка чтобы ему было комфортно и удобно так что сейчас вам все покажу сейчас муж привез мы решили с ним заказать помните я говорила что у меня младшему сыночку он ну как бы слишком высокий наш новый стол вот поэтому мы решили заказать вот такой стул который он идет как растущий стучий стульчик от кузи который еще может им использоваться также как барный стул так что сейчас мы откроем соберем я вам его покажу итак вот мой муж собрал вот этот вот стульчик очень очень он понравился моему мужу кстати вот как ни странно сказал что очень качественно добротно сделан он вот я его сейчас поставила сюда столу он как раз нам подходит вот так вот он выглядит девочки еще к нему есть специальный ну вот такой столик сюда для маленьких на для совсем маленькой лялечки и подушечка вот сюда еще есть также этот стол стул может использоваться как барный очень классный на самом деле он прям такой добротный ну то есть сделано все очень качественно моему мужу понравилось и собирается быстро и легко удобно и в общем ну на мой взгляд классный стульчик вот и будет замечательно теперь у меня ребеночек мой будет сидеть во главе стола скажем так вот и очень ему удобно сейчас он у меня прибежит вот и будем как раз примеримся сюда вот ну потому что у меня конечно вот там вот диван я уже вам показывала и приходится все время то есть он подкладывать себе вот эти подушки и неудобно потому что стол достаточно высокий получается либо ему на коленках сидеть либо на но найти ноги так подвернув под себя либо на на подушечки а подушки тоже не всегда удобно поэтому вот такой вот стульчик затем многие из вас мне писали про этот стул говорили что он тоже вам нужен такой растущий стульчик который очень-очень удобный тут можно видите переставлять все и удобно сидеть кушать на самом деле вот честно скажу если бы у меня была маленькая лялечка я бы купила бы вот такой стул я была бы безумно довольна им потому что вот эти детские обычные стулья которые когда у меня дети не особо что 1 что 2 не особо в нем сидели и такой ну такая покупка знаете на пару месяцев вот те стульчики такие совсем детские для кормления а вот это до долго ну то есть такой стул который потом взрослым можно использовать и детям то есть мне очень понравился сейчас прибежит мой герой покажу вам как он будет сидеть не за мне кажется может быть чуть чуть пониже надо будет вот эту опустить сейчас посмотрим примерится детеныш если что муж меня пониже опустит вот прибежал мой герой ему очень нравится тебе нравится этот стульчик сейчас мы тебя продвинем вот как раз получается самое но да удобно тебе они его еще этот стул сейчас для игры используют вся коллега на нем раскладывает очень нравится очень понравился стульчик очень удобный классный девочки ссылочку я вам оставлю кому интересно внизу инфобоксе и стульчик вот это можно заказать в разных цветах ну что подходил под ваш интерьер нам как раз сама до заказали специально для тебя чтоб тебе было удобно так что девочки нам очень понравилось и очень нравится особенно мой давайте я вам покажу как я залезаю давай покажи так что вот так вот потом подрастет можно это убрать то чуть чуть повыше полочку поднять будет обычный стул да красота и вот клумбу который сделал мне муж под гладиолусы я их уже он туда вот посадила все у нас прав сейчас ветер девочка поднялся а вот это я высадила вот эту свою как она виола наша фиалка да называется по краешку вот так вот здесь вот другие там тоже такие низенькие цветочки посеяла он до сюда и вот там там дальше посадила не хоть маленький но ничего а вот здесь вот тут это петуни всякую разную насадила вот сюда мы хотели в этом году кошку купить красивая но наверное не судьба так вот у нас вдоль забора получается стоят там хотела клумбу сделать но не знаю уже не знаю наверное сделаю все так потому что есть еще всякие разные цветочки у меня вот что так вот но они правда черные такие эти ведра да ну ничего потом травка все зарастет будет заметно хотя мы косим ее тут так что вот так вот у нас теперь красиво вдоль забора это столбы подгазывают трубу как раз у нас и вот так вот симпатичненько очень вот здесь вот еще петунию в такой вот штуку она правда у нас там помялась в прошлом году муж покупал вот такой вот классный и она уже начала цвести посмотрите какая внутри желтенькая беленькая это ампельная петуния вот моя рассада такая красивая здесь надо траву тут повыдергивала это не ампельная обычная петуния но я тут разные посадила и вот здесь вот тоже видите одна какая-то фиолетовая вот это она погнулась просто немножко пока длинные такие и вот здесь такая темная тоже скоро уже будет цвести хотя погода еще не сильно прям такая жаркая час ветер поднялся ты вообще как-то холодновато и вот здесь вот еще все остальную свою петунию я насажала вот такие горшочки всякую тут тоже а вот это вот это помните мне муж дарил как они общем я их тоже потом пересажу куда-нибудь в клумбу пока просто выставила что они привыкли к погоде и здесь вот около беседки еще вот так вот поставила потому что но горшков нету хотели купить в этом году я уж говорю ладно мужу говорит давай в обе доставку закажем я кру ладно пусть в этом году так будет и наверху вот меня еще отсюда высадила петунию здесь у нас как раз место я когда выезжаю в общем здесь у нас машины стоят это у меня пакет с мусором вот и у нас идет газовый вот такой стол вот муж сказал что он мне доверяет но все равно ведь обмотал сигнальные ленты потому что я тут как раз разворачиваюсь ну и типа клумба тут вот такие у меня тоже скоро одна обломана была это год не обломал вот так вот такие вот пятунки тут тоже растут надо эти колеса покрасить только осталось а в клубнике у меня тут вылез вот такой нарцисс представляете смотрите какой красивый махровый сортовой в общем я его потом отсажу в клумб когда она цветет я вообще не знала что он мне здесь живет я есть честно думала что это чеснок честно признаюсь а это оказывается вот такой красавец смотрите девочки просто обалденно это у меня в клубнике тут клубника не вся у меня в этом году что-то хорошо выжила нам будет тоже прополоть уже трава начала расти и начала сходить у меня это салатик мой вот этот крест салат весенний начал потихонечку сходить так что красота скоро будет здесь тоже лучок всякий повылезла в огороде уже в тут прополола а вот этот вот лук я его обожаю девочки он очень вкусный вот этот кстати тоже вот этот первоцвет затесался вот этот очень вкусный лук он такой немножко но специфический вкус такой как горьковатый что ли немножко но мне очень нравится я вообще пока не начала срезать думаю пусть подрастет немножко так и сейчас хочу вам показать еще покупку муж у меня заезжал магазин лента у нас закончились фрукты хлеб булка в общем купил еще квас вот такой тархун и просил него томатную пасту вот делами такую огромную банку но ничего страшного я ее немножко растительного масла сюда заливаю и она долго хранится еще можно и ему замораживать порционно мне тоже кто-то писал но я кстати еще так ни разу не делала пил тесто дрожжевое слоеная 2 упаковки у меня всегда должно быть также он купил пельмешки вот такие цезарь еще какие то вот такие и вареники с картофелем жареным луком вот так как мы сегодня планируем делается разные клумбы и так далее он говорит на дашь ничего не готов поедим пельмешки вечером и мои любят очень сильно пельмени поэтому да еще взял на всякий случай я так понимаю вот такие наггетсы вот такие такие пусть будут тоже так здесь у меня еще сыр два кусочка вот такой голода и голландский и колбаска вот это дымов зернистая очень кстати можем ему понравилось так что взял еще дальше хлеб тостовый лента и каравай вот такой столовой также моя любимая вот это вот лентовская халва шоколаде очень она вкусная прям вообще обалденная увидите обязательно возьмите попробуйте если вообще любите подобный формат так дальше у меня здесь груши вот такие с по 107 рублей за килограмм это апельсины еще он взял персики ну кстати они такие мягенькие хоть и маленькие должны быть наверно вкусные правда цена их конечно вообще 300 рублей почти за килограмм да но я обожаю я обожаю персики черешня абрикосы все это очень люблю также сливы здесь но этого такая красная крупная слива по 169 рублей тоже очень вкусная она сладкая прямо здесь еще веточка бананы 88 рублей и здесь у меня помидор огурцы вот такие по 86 рублей и помидоры вот такие по 138 рублей и также немножко бытовой химии антибактериальные салфетки для упаковки вернель вот такой и купил это не у меня со старшим сыночком я тоже иногда играет бомбинтом чем потеряли все воланчики вот такие воланчики взял и да и вот это я так мимо мечи надувать такую штучку вот ну давайте сейчас покажу сразу покажу чек еще какая-то пена у него я не знаю что такое и и еще почему-то отдельным чеком вот эти влажные салфетки не знаю почему сумма у нас получилось 3 653 скидка 1382 рубля вот такая вот небольшая покупка была из уточнила вот эта пена это какая-то штука для мытья машины вот я люблю тебя сладенький но мы вам на мыло я вас до сладенький люблю тебя давай посушу тебя ты убегаешь вот так намыла я намыла сладенький бона жалеет жалеет да и тебя скоро помоем тебя тоже на моем да бона переживайте мыло сейчас кошаку а бона рядом по дверью стояла скулила переживать за своих хвостаток да да потом расчешу его будет красивый на бона ну ладно тебе не кричи намыла я девочки котов на самом деле это это та еще история помыть их если рыжий кот он нормально еще ну как нормально более-менее дается его помыть то кошка это вообще кошмар какой-то это просто она орет как умолешенная брыкается царапается кусается но у меня даже не укусила ни разу так что мне еще может сказать повезло но я так не сильно мне удалось ее намылить конечно ну ладно мой я кстати специальным шампунем у меня такой гипоаллергенные для животных я и собаку мой ну такой универсальный для собак и животных и котов тоже можно мыть вот потом надо будет завтра их планирую вычесать как-то сегодня они уже тут разбежались уже никого нет обычно же я когда снимаю код сразу приходит а так не все никого нет всех с мылах скажем так вот я кстати вот меня спрашивали куда я одею старые полотенца вот я как раз для этих целей использую то есть я когда мою животных я старыми полотенцами их вытираю они у меня отдельно лежат и потом их просто стираю эти полотенца и ну котов я не так часто мою собаку мы чаще моем будет собаку тоже помыть но собаку моет у меня муж потому что и надо запихивать вам ну потом вытаскивать оттуда это дело такое но на сегодня буду с вами прощаться не забывайте что ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе так что кому интересно переходите смотрите то он не подписанному канал обязательно подписывайте оставляйте свои комментарии ставьте пальчики вверх не очень мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч